Он готовит вас к встрече с трудовым рабочим днём, и весельем обеспечит влёд, истаня и оттём. Утреннее шоу «Настройка». Пока вы просыпаетесь, они уже работают. 10 часов и 7 минут столицы. Утреннее шоу «Настройка» работает уже четвёртый час, что уж там. И наконец-таки у нас появилась приятная компания. Помимо того, что мы сами друг у друга есть, у нас ещё появился наш прекрасный сегодняшний гость, певец Султан Ураган. Доброе утро! Доброе утро, страна! Доброе утро, ребята! Очень рад вас видеть. Доброе утро! Рассказывай, откуда ты? Какими ветрами ураган к нам занесло? Занесло ураганом, занесло ураганом, тайфоном, ценами как минимум. Ну, вы знаете, очень приятно опять сидеть у вас в студии, видеть вас такими же бодрыми, синергичными. Тогда было лето, и мы были более расслаблены. Сейчас зима, мы более собраны. Мы же обещали Султану, кстати говоря, показать нашу студию. Вот, пожалуйста. Да? Оригинал. Мы специально переехали. Мы свое обещание выполнили. Ты увидел нашу студию. Ты обещал нам, что мы снимемся у тебя в клипе. Где твое обещание? Следующий клип, ну, вы знаете, мы планируем уже снимать клип, будет называться «Жги, Ксюша». Клип достаточно смелый, потому что песня смелая. То есть самая, Ксюша, посвященная? То есть самая. То есть самая, но песня уже существует, мы ее будем буквально сегодня-завтра уже презентуем. То есть до 18 марта мы ее можем услышать? Она только и будет тратироваться до 18 марта. На всех избирательных участках. А 19-го она уже потеряет свою актуальность и там уже... Надеюсь, нет. Надеюсь, останется в сердцах, в жизни россиян. Хорошо. Рассказывай, какие еще у тебя интересные проекты. Мы почему-то спросили, откуда тебя к нам занесло, помимо того, что ты ураган. Вы же люди гастролирующие. Вечно у нас какие-то концерты, корпоративы. Ты же наверняка в Москве не сидишь. Мы люди вечным не досыпаны. Ты же не сидишь в Москве постоянно. Ну и не получается. В принципе, жизненный артист, она такая, да, она не поменялась с древних веков. Да, как Турбадур выступали, так и... Всегда были на колесах, только раньше, ну, скажем так, на четырех колесах. Действительно на колесах, да. А теперь, ну, мы так... В Нальчике, в Нальчике, в родном. Ты часто бываешь? К сожалению, нет, потому что родители скучают, скучают мои племянники, племянница, которую... Мэр Нальчика включает по-твоему. О, ну, конечно. Ну, вы знаете, они при любой возможности, конечно, сразу же меня... Заказывают? ...принимают. Если бы заказали, я бы уже тут не сидел. Я знаю только одну звезду, и, знаете-ка, это, по-моему... Катя Лель. Не, давайте, давайте, Катя Лель. Дима Беларь. Дима Беларь. Дима Амирамов. Султан Ураган, что уж там. Да. Потом был еще парень, Оскар его звали, но сейчас он, кажется, типа, принц-артист, который поет, или, я не знаю, там. Артист, который ранен, назывался принц. Артист, который ранен, назывался принц. Нальчик богат талантами, да? Богат, конечно. Мы стараемся, мы же, мы же стараемся, мы же днем и ночью, особенно я. А как ты думаешь, в чем заслуга того, что многие из Нальчика добиваются высоких результатов шоу-бизнеса? Скорее всего, это информационное внутреннее поле, которое позволяет людям самореализовываться. А потом хороший пример, когда там твой собутыльник стал звездой, да? А больше все-таки известных спортсменов. Горы, горы, воздух, Эйльбурс, вот это все влияние, Вольфрама Либдена, вот это все облучение. Ой, какой умный человек у нас в гостях. Из Нальчика наиболее популярными стали именно спортсмены или артисты? Ну, у нас и замечательно спортсмены. А больше кого, я имею в виду? Артистов рождается в Нальчике? Ну, спортсменов, мне кажется, больше. Давайте сделаем небольшой перерыв, дорогие друзья, к сожалению. Давайте, сейчас мы посчитаем всех спортсменов, позвоним им, а пока послушаем песню. Почти оперный певец у нас сегодня в гостях, Султан Ураган, еще раз доброе утро. Леня, Даня и Артем. Первый кавказский рэпер в шансонье. Шансонье. Султан Ураган. Серьезно, я и в прошлый раз это говорил, и сейчас ехал сюда, говорил, что я мечтал о многом, что буду на шансоне. Ну, да. Но видишь, как ты нашел тонкую грань. Когда, с одной стороны, ты вроде и совсем в рэп не свалился, и в шансон тоже не свалился, и ты вот идешь так где-то тропиночкой вот этой интересной. Есть же артисты, которые, в принципе, не всегда, может, любят то, чем занимаются. Они хотят другое творчество. Я думаю, артисты вообще не понимают, в каком жанре они работают. Вообще они ничего не понимают. А мне вот на самом деле нравится, может, потому что я сам это пишу, может быть, но тем не менее, вот тот жанр, в котором я работаю сейчас, он настолько мне импонирует. Как артист, и мне комфортно себя отдавать людям. То есть ты хочешь сказать, что это не чистой воды конъюнктура, не просто зарабатывание денег? Совершенно, нет, совершенно, совершенно. Я же мог сразу, условно, там, песенную дискотеку ей, там, ну, год, четыре года, да? Я мог сразу же лобать эти песни. В принципе, я автор, я могу их писать. Одинаково. Да, творчество, альбома. Я, мне тогда это было не столь приятно. А сейчас почему-то, вот я в таком ощущении, что мне нравится сейчас много новых песен, которые, ну, еще люди не слышали. Но услышат. Но услышат. Скажи мне, пожалуйста, вот ты такой талантливый, с одной стороны, и весь такой брутальный кавказский, с другой стороны. Как ты не попал в Black Star Mafia? Как тебя Тимати не очаровал и не заманил к себе? Нет, но мы не стучались в их двери, как бы. Подожди, обычно он может быть сам находить талантливых ребят, нет? Он же в очках в тот момент, наверное, был, я не знаю. Не займись. Ну, вы знаете, у каждого свой путь, своя дорога. Но я себя, ну, например, в своем сейчас творчестве не вижу там совершенно. То есть я, наверное, здесь бы не сидел, наверное, тогда вот так получается. Поэтому это палка двух концов. Но я все-таки отношусь с уважением к Black Star, потому что они на самом деле сейчас, скажем так, творят что-то новое, помогают молодым ребятам, которых надо. Они бы никогда себя не определили бы в музыкальном творчестве, потому что у нас достаточно толчья серьезная. Ты не переживай, они спят, они не слушают. Хорошо. Они спят, да. Давайте двигаться дальше. Вот, допустим, один актер становится удачным и понимает, что, артист, и понимает, что, в принципе, он может доставлять радости еще молодым неизвестным артистам, делая их популярными. То есть продюсировать. Не думал ли ты над тем, чтобы кого-то, может быть, из Нальчика, может быть, из Москвы попытаться продюсировать? Да, тем более, что ты пишущий артист, и когда ты пишущий, ты можешь и сам исполнять, и потом еще целую плеяду артистов вырастить на своих песнях. Не, мысль хорошая, и, ну, это время. Если ты не готов себе отдать артисту этому, чтобы посвятить свое время, да сколько у нас времени жить, дышать, существовать нет. Я, там, в свое любое свободное время, то есть возможность поехать домой, родители, или же поехать зимой покататься на лыжах, там, летом на лошадях, там, на велосипеде, спортом заниматься. У нас нет времени на себя сейчас, ну, работающего артиста. Поэтому я, ну, а так во мне много творчества, оно не всегда, вернее, не все свое творчество я вижу в своем исполнении, как автор. Значит, надо делиться. Я готов делиться, ну, может, попадет в такой человек, ну, в принципе, я не буду улыкаивать, есть девочка, которая на ее голос звучит в моих песнях, позвайник, да, и я ей помогаю достаточно плотно, ну, я не назвал бы это прям продюсерство, но мы к этому идем. Вот об этом мы поговорим, наверное, чуть-чуть позднее, плюс семь, девятьсот, девять, пять, пять, сто три, ноль, вайбер, ватсап, смс, работают. Слушай, паузу, рано стройку, будешь ты таким же бойким. Десять двадцать шесть в Москве. Султан Ураган у нас сегодня в гостях. Про девчоночку мы начали говорить. Про продюсер сейчас. Про девчоночку и продюсирование. Думает, продюсировать девушку. Я в другом подумал, я подумал о том, что мы, пацаны, разговариваем, разговариваем, потом тонешь так. Ребята, все, у нас реклама. А потом, как мы опять разговариваем, ребята, мы в эфире. Ну что же я буду лезть, когда настоящий мужчина разговаривает? Но за кадром мы тут... Вот в доме кто хозяин, сразу видно. За кадром мы выяснили, что Султан Ураган известный теннисист в Нальчике, оказывается. Да, да, я... И только в Нальчике. Да, обладатель большого... Хрустальный ракет. Как сказала одна телеведущая, я не буду повторять, большого шлема. Да, да, большого. Да, там еще была одна фраза интересная. Скажи мне, почему не состоялась твоя карьера как теннисиста? Нет, нет, я просто как любитель, просто люблю этот вид спорта. То есть ты пришел туда поздно, значит, да? Не с детства занимался? Нет, совершенно нет. Мы полюбили. У нас появился такой хороший знакомый, Антимиркан Каранаш. Он был в рейте GATP, такой черкес хороший парень. И получилось, что он приезжал домой и тренировал нас просто как друзей. И мы на самом деле... В тянулись, да, в этот спорта? Тянулись, да, и вытянулись. Сейчас ты наблюдаешь, смотришь за теннисом, наблюдаешь? В тянулись, но творчество тебя вытягивает из спорта. Оно не оставляет тебе шансов. Вообще, у меня мечта, чтобы в аэропортах были спортивные залы. А есть же там какие-то эти... Тренажерчики? Тренажерчики, да. А в какой зоне? В зоне Дитифри тебя интересует тренажерная зона? В Дитифри, да, чтобы там можно было... Или в какой момент ты хочешь в аэропорте поиграть в теннис, например? Ну, не теннис, а теннис. Было бы это, слушай, пока самолет залетел уже... Выбегаешь, убегаешь. Да, выбегаем, играем, играем, играем. Убегаем обратно. Да, это было бы весело. Было бы, да, весело. Помимо тенниса, мы тут выясняли, что Султан внимательно слушал и смотрел трансляцию Эх, Разгуляя, которую мы комментировали. Мы не будем скрывать, за всю историю наших трансляций находятся артисты, которые чем-то недовольны. То не так мы их представим, то пошутим. А я всем доволен. Вот. Нет, но начал он очень хитро. Это вы комментировали? А кто комментировал? А кто комментировал? Нет, нет, я так... Я сказал, кто комментировал? Они так говорят, не знаю. Не знаю. Блин, на вас было похоже. Мне так понравилось. Эй, комментируй! Эй, комментируй! Да, потому что страшно становится после... Тебе понравилось выступление самому? Ты доволен остался? Мне понравился уровень мероприятия. Ты практически закрывал концерт. Не практически, а вот взял и закрывал. Да, вот я даже на замок этот повесил. Амбарный замок на лампе. И вы встали людей из Олимпийского. Ты был доволен сам? Я вообще само мероприятие, уровни мероприятия, профессионализма, людей, которые были связаны с этим мероприятием, я потом уже услышал закадровый ваш замечательный комментарий, но тем не менее там, находясь за кулисами, как артист, мы же видим именно работу, вот эту текучку работы. И на самом деле все настолько классно было, и мне приятно было закрывать такое классное мероприятие, одно из лучших мероприятий в России, в шоу-бизнесе, в культуре, которая у нас существует. По всем гримёркам пробежался? Нет. Почему? Нет. Он волновался, он был последним. Я волновался, я шутал вправо. А помимо тебя в гримёрке кто ещё был? Я успел даже, знаете, улететь и прилететь пока. Потому что я где-то должен был выступать. Пораньше. Пораньше, да. И даже, кажется, объявляли, да. Даже, кажется, объявляли, а потом раз, и я уже закрывал. Мне кажется, Султан, не все наши вопросы слышит. Помимо тебя, кто ещё был в гримёрке? В гримёрке Родион Газманов. Да. Да, вот был. Остальных не помню. Остальных вроде узнаваемые какие-то люди. Друзья, я предлагаю опять прерваться. Я вот сейчас на правах хозяйки сейчас вот здесь вот выскажусь. У нас совсем скоро 5 секунд. Значит, приглашение у нас имеется на 2 лица в аквапарк Карибия. Поэтому быстренько звоним. 223-5550. Код Москвы 495. Быстро я сказал. Устаем мы рано поутру и служим свету и добрусь. Зовут нас Лёня, Даня и Родёк. Когда ты дома из пути, включай скорей на стройку. И вместе это утро мы начнём. 10.35 в Москве. Дорогие друзья, напоминаем, сегодня в гостях утреннего шоу на стройку «Султан Ураган». И прямо сейчас начнём игру 5 секунд. Напомним, что партнёр розыгрыша «Аквапарк Карибия». «Аквапарк Карибия» — это настоящие волны, крутые горки, здоровый отдых для всей семьи, круглый год. «Аквапарк Карибия» — любимый аквапарк. Можно не с пустыми руками сегодня уйти, Султан, понимаешь, да? Да, можно с билетиком. Да, с билетиком на двоих на 3,5 часа в любой день. Романтическое путешествие на горочке. Да, не любишь, допустим, сам, можешь отправить близких, знакомых, родных людей. Но при этом Тамара, с которой мы сейчас здороваемся. Тамара, доброе утро. Доброе утро. Тамара живёт всего лишь в часе от этого аквапарка. В часе ходьбы или в часе езды? А на чём предпочитаете ездить? На личном транспорте или на электричках? На электричке. Правильно, я тоже считаю. Или доплывать. Или доплывать. По Москве, реке, до аквапарка. Давайте играть. Итак, напомню, что это игра на реакцию. 5 вопросов Тамаре, 5 вопросов Султану. Кто ответит на большее количество из них, тот молодец. Ненавижу эту игру. Ненавижу, да. Придётся. Итак, кто хочет начать? Наверное, Султан, да? Да. Раз ненавидит игру. Сейчас я проснусь. Итак, внимание, вопрос. И 5 секунд нам на ответ. Значит, назови, пожалуйста, трёх любых знаменитых людей, которые в Москву понаехали. Зюганов, Жириновский, Собчак. Ну, Собчак, ладно. Жириновский. У меня вопрос по поводу Жириновского. А давайте загуглим. А давайте загуглим. Пока поставим один балл предварительно, в надежде, что Султан нас не обманывает. Но ты прям по политикам пошёл зачем? Ну, я просто их не хотел по артистам. А ты прям знаешь, что Жириновский реально приехал откуда-то? Я уверен в этом почему-то. Главное, уверенно говорить. Я чувствую его реча. Чувствую его энергетики, что он не москвич. Из Казахстана приехал. Сейчас выяснится, что Зюганов пока самосквич. Ладно. Нет, он тоже не москвич. Он на Горусской области. Тамара, вот такой вот вопрос. Назовите, пожалуйста, трёх зимних птиц. Синица, диател и клёст. Молодец. Молодец. Тамара, вы меня победите. Это однозначно. Ещё и снегири вы. Пусть хотелось бы. Просто у меня у ребёнка день рождения. Мне хотелось бы очень... Не давить. Не давить на жалость. На жалость не давить. Мы артисты вообще люди безжалостные. Безжалостные, жёсткие. Идём дальше. Султан, назови три любых транспортных средства, на которых можно доехать на дискотеку. Победа, Волга и Жгуль. Отлично. Можно сказать, просто автомобиль, велосипед. Это марки и машины. Конечно. А, в смысле можно было сноуборд? Что, не считаем тогда это? Не считаем. Я считаю, что это неправильно, да. Потому что ты назвал одни гужевые полоски. А, всё хорошо. Нельзя. Хорошо. Тамара, назовите три любых пирожных. Безен, эклер, картошка. Молодец. Молодец. Вырывается вперёд, Тамара. Классика жанра. Но только мы вместо безе думали корзиночку назвать. Но, тем не менее, классика. Дальше времени так много. Хорошо. Султан, назови три любых вида зимней обуви, кроме валенок. Зимняя резина, уги и сапоги. Сапоги. Что такое зимняя резина? Для машины. Для машины. Это зимняя обувь для машины. Мы же не уточняли. Смотри, с какой фантазией. Ничего себе. Дальше. Два-два. Я креативный. Креативный. Так, молодец. Тамара. Говори, что не любишь игру. Смотри. Два-два. Тамара, назовите трёх любых исполнителей, которые всегда выступают на сцене в очках. А, Леп. Раз. Боже мой. Элтон Джон. Розенбаум. Розенбаум, Элтон Джон. Да. Тут же Путин. Давайте так. Назовите трёх исполнителей, которые всегда поют по фонограмму. Ой, тут много можно называть, но мы не будем. Султан Ураган. Быстро, быстро, быстро. Назови, пожалуйста, три любых государства, где ещё сохранились султаны. Так. Бурне. Раз. И время вышло. Дальше. Аман. Два. Йемен. Дальше. Хорошо. Так. Так, Тамара, назовите трёх любых теннисистов. Капельников, Асарапова можно? Можно. Не успели. Ну, что, дальше, 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 дальше. Не успели. Султан, назови, а вот, назови трёх любых знаменитых людей по имени Тамара. Тамара Гварцетели, Тамара Нехай, вы её не знаете, и Тамара Сумская. И всё, время вышло. И ты не успел. Тамара Сумская. Это я придумал. Хорошо. Ещё один вопрос. Тамара. Тамара, назовите три любых аттракциона. Крутель, Горки и... Время вышло. Не тоже время вышло. Так, за счётом 2-2. Нет, смотрите, я с удовольствием, я вам проиграл уже с самого начала, потому что я сдаюсь, Тамарочка, даже если я выиграл, вы бы отправились в аквапарк. Тем более у вас какое-то событие, да, связанное с детьми. Всё нас, Таня, для них, всех на стройках так надпит. Что ты берёшься-то? 10 сор... Мы всё о своём, о творчестве. Мальчики какую-то тему для себя нашли интересную, сидят рядом и смеются. Творческая тема, да. Кому что. Мы сейчас хотим опять поиграть в игру. Мы вчера с Таней, сидя, нашли себе новые развлечения. Мы открываем год своего рождения в Википедии. Хорошо, что вы не стояли, а стоило, чтобы нашли вообще. Да. Так вот, там же есть целый список, кто родился с тобой вместе в этот год. И мы играли у кого больше знаменитостей, которые родились с тобой в один год. Да, читаешь и обалдеваешь. А почему бы не поиграть с тобой? Давайте, вы артисты вечно молодые, год не будем называть. Но мы тебе сейчас даём знаменитость. А ты говори, как ты считаешь, твой одногодка этот человек? Верю, не верю. Так, начинаем. Верю, не верю, давай. Значит, Юрий Шатунов. Твой одногодка или нет? Не верю. Не верю. Молодец, правильно не веришь. Он старше тебя. Дальше. Елена Ваенга. Не верю. Не верю. И зря, потому что это твоя одногодка. Дальше. Певица Шакира Колумбийская. Шакира. Вот попой трясёт, как думаешь? Шакира верю. Шакира верю. То есть она выглядит, да? Правильно. Хорошо. Есть такая загадочная певица Линда сейчас возвращается. Линда? Ну, Линда не верю. Как думаешь, старше, младше она тебе? Не, ну, старше. Да? Нет, нет. Она твоего же возраста. А, 3-1. Просто я был ребёнком. Да. Я маленький. А ведь был не ребёнком, получается, был её же возраст. Да. Хорошо. Полина Гагарина. Линда обидела тебя. Полина Гагарина. Поппина. Но она не верила. Не веришь, правильно. Она младше тебя. 3-2, молодец. Хорошо. Алина Кабаева. Наше всё в художественной династике. Веришь? И зря. Вы с ней не одногодки. 4-2. Алинка 83-я. Вам. Сергей Шнуров. Ленинград. Не верю. Не веришь. Правильно делаешь, что не веришь. Вы не одногодки. 4-3. Так, Сергей Светлаков. Не верю. Не веришь. Зря. Одногодки. 5-3. Анфиса Чехова. Наше всё на стол выкладывает. Верю. Веришь, молодец. Вы одногодки. Я 4. Наталья Орейра. Помнишь такая дикий ангел? Не верю. Зря. Надо верить. Тоже одногодки. 6-4. Друзья, верьте в Наталью Орейру. Она вернётся. Хорошо. Человек, который любит собачек и женское бельё. Алексей Панин. Замечательный актёр. Ого, господи. Ужас. Представил. Как вы думаете, вы в один год с ним родились? Не верю, не верю. Зря в один год вы родились с ним. 7-5. Так, Рома Зверь. Группа Звери. Звери. Не верю. Не веришь зря. Ты как-то не веришь в своих одногодок. Я вот не верю в своих одногодок. В людей, которые родились в один год. Мне казалось, что он млад тобой. Со счётом 8-5 проиграл Султан Ураган. Утренний мы шоу на стойку. Какая радость, какая счастье. Давай теперь поговорим о самом важном. О том, что артисты любят рассказывать. Твои появления, твои концерты, участие где-то. Где тебя можно увидеть? Ну, во-первых, извини, что я тебя перебью, Леонид. Я так понял, завершились съёмки фильма «Понаехали». И теперь мы ждём его появления на больших экранах. Когда увидим фильм? В широком прокате. Он появится уже весной. Весной 2018 года. Мы хотели успеть, конечно, зимой. Но в связи с тем, что я говорил, всё время гастроли. Теперь всё завязано на мне. Я должен завершать этот фильм. Мы сейчас работаем постпродакшн. Я думаю, весной мы уже будем, друзья, смотреть фильм «Понаехали». Это замечательная комедия. Это такой перевёртыш, когда не люди приехали в Москву, а москвичи приехали в другое место. Поэтому будет смешно однозначно. Будет смешно однозначно. Помимо фильма, ты ещё сказал, что у тебя огромное количество новых песен, новые клипы. Где, когда? Вы знаете, я хочу похвастаться. Для меня последний период, последнее завершение года, оно ознаменовалось хорошим сочинительством. У меня творческий прёт, и это не всегда бывает. И материал достаточно интересный. Он такой хайповый, он такой цепляющий. Все песни будут достаточно клёвые, современные. Поэтому мы в конце года выпустим альбом. Песни почти готовы. Ещё надо чуть-чуть дозавершать их. И выход, как я говорил, сейчас выйдет сингл «Ксюша, жги весной». Ещё сингл. И вот так у нас, в принципе, год уже расписан. И по клипам. Будет песня «Бузова, не пой». «Бузова, не пой». Нет, ну нет, ну мои, как почему. Пускай поёт девочка, что на неё все набросились, бедная. Причём она поёт не хуже, чем некая. Чем я. Поэтому, да. Надо было так сказать. Не хуже, чем я. Не хуже, чем я, поэтому «Бузова, не пой». Так, где можно в ближайшее время увидеть Султану Рогана? Ну, гастроли у нас идут по всей стране. Расписаны тоже. Да, расписаны. Ну, ближайшие даты, города, если помнишь, конечно. Даты. Где мой продюсер? Он куда-то сбежал. Ну, знаете, я же как в рабстве. А я вижу его, кстати, через стекло. Он сидит, судя по движению рук, пересчитывает твои деньги. Он деньги где-то. Купюрчики. Он их ворует, мне кажется. Он отделяет. Зачем тебе такой продюсер нужен? Говорит, а я себя где-то не отделил. Счастливый Маша, говорит, сегодня все деньги на месте. Поэтому, ну, так получилось. Хорошо, что вот благодаря работе людей, нашей команды, мы много ездим, много гастролируем. В принципе, уже ты теряешь счет времени, пространства, где ты находишься, с кем ты находишься. Но это приятная такая занятость. Это лучше, чем сидеть и ждать, когда куда-то пригласят. Однозначно лучше. Но, конечно, я всегда мечтал, мечтаю о работе, когда тебе ничего не надо делать. И деньги сами как-то вот идут. Не знаю, нужны акции. Или надо было биткоины. Но опять-таки биткоин покупаешь, а потом сидишь и думаешь... И сидишь. И сидишь просто. Да, надо было все-таки, наверное, акции, как Алишер Русмана сделал в свое время, акции Фейсбука. Но, тем не менее, для меня, как активного человека, мне лучше быть все время в наостре атаки. Прекрасно. Еще пара приятных слов для наших слушателей. Прощайте, к сожалению. Дорогие... от меня? Дорогие слушатели, дорогие... Вообще, спасибо каждому, каждому россиянину. Вообще, ну, бываем так и в постсоветском пространстве, да, и за границей. Но, тем не менее, это русскоязычная публика, которая любит мое творчество. Спасибо вам большое. Вы даете мне возможность перейти в свою творческую лабораторию и сочинять что-то новое и делать что-то интересное для вас. Поэтому это любовь взаимна. Спасибо вам большое. Спасибо, радио Шансон. Спасибо, ребята. Ну, вы, на самом деле, крутые. С вами всегда весело. Спасибо большое. Султан Роган был в гостях утром. Мы вернемся завтра в 7.00. Пока! Пока!